Как обычно бывает с дешевыми смартфонами, на этот можно найти огромное количество игрушек 3-5-6 летней давности для андроида, вот Asphalt 7 конкретно сейчас видите. Можно найти шоутеры, которые потянет он запросто, потому что 3 года назад с гигабайтом оперативной памяти смартфон был очень даже неплох и крут, и 4-ядерный тем более процессор. Для современных игрушек, к сожалению, он совсем не годится и лагает безбожно. В принципе, он и здесь-то очень лагает, на седьмом этом асфальте. В принципе, он киллет на минимальных настройках пошел, хотя это все равно подлагивает. Отключены все эффекты, но зато какая громкость. Ух, можно наши соседи разбитать. Ну, зависит. Ух. 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 Сцелиться почти невозможно, потому как лагает. Давайте что-нибудь другое попробуем. По-моему, даже этот тормозит. Сцелиться. 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 курт здесь только одна кнопка немного попилили вот это вот не тормозит отлично немного яйца отрезали короче вот такого типа аркады аркада чилинга большинство идет прекрасно также здесь я играл в зомби цунами в некоторые старые ангри birds вот ангри birds 2 например тормозит ангри bird star wars на первом движке они идут нормально мультитач здесь на пять касаний что делает его ну плюс еще небольшой ему дает что еще давайте качество экрана проверим экран здесь в принципе очень неплохой чувствуется у гс безвоздушной прослойки под всеми углами все в принципе не дурственно смотреть так под углами под экстремальными ну кое-где контрастность падает под углами но никакой инверсии нету даже близко что попробуем фотки поделать этот снимок 27 примерно мегапикселя как видите камера отлично справилась штриховка вся видна отлично однако не по всему полю кадра все хорошо видно кое-где замыленные искажения геометрические прочие все это говорит о слабой очень оптики теперь посмотрим на снимок в районе 5 мегапикселей как видите по центру есть немного резкости а все остальное по краям это муть мутная дальше измерять смысла нет никаких 8 мегапикселей тут и подавно нет даже на солнце несмотря на то что кажется на фотографии что это полумрак на самом деле это яркий солнечный день был здесь вот освещено лампой очень мощной здесь тоже солнечный день но качество снимков настолько удручающее даже слов не найти словно 2 мегапикселя мутных мутных древних древних пытался я и макро снять там даже близко ничего не получается предметная съемка показала то что несмотря на якобы фокусировку которые даже пикает что сфокусировалась на самом деле не текст не какие-то объекты четко снять не ни разу не удалось вот с экрана монитора в принципе текст можно разобрать на бумажке тоже но все равно он такой размытый размытый словно интерполяция очень сильно с одного-двух мегапикселей это явно и очевидно в полумраке или плохом освещении фотографировать даже не пытался чуть не фуя не видно космических качеств камера так смотрим как происходит снимок на эту мега супер гаджет нажимаем он фокусируется 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 оп только сейчас сфоткал смотрите еще раз еще он вот так вот подтормаживает даже освещение такое в принципе неплохое 100 ватная лампочка в метре фокусировка по тапу есть но если фотографируешь все равно задержка происходит я думаю хотя бы 22 и 7 мегапикселя сфотографируем ну давайте полтора или 22 2 мегапикселя ну вот 6 так попробуем стороннюю камеру ради того что то будет фокусироваться более четко может быть короче выводы какие-то сложно делать по этому смартфону четыре с половиной тысячи его приобретал за эти деньги огромное количество конкурентов есть но все они либо толстые некрасивые что-то вроде алкотельки либо у них экран ужасный как узды в мтс и по акции короче у всех у них за эти деньги есть недостатки в китае можно купить конечно дуги x5 или x5 даже макс и x5 макс про за такие же деньги но там опять же не каждый рискнет в китае не каждый умеет китая закупать вот поэтому ну и в россии в принципе есть модельки арк там есть еще кучи интересных смартфонов которые можно без таких существенных для работы недостатков приобрести есть и даже именитые бренды что-то вроде samsung по близкой цене вот так что смотрите если вы способны как-то щекой нажимать чтобы у вас блокировался экран попробуйте тогда его брать может быть и стоит также можно и кнопкой конечно блокировать экран во время разговора это тоже вариант в остальном если вы не играете в игры можно приобретать ну опять же ничего в нем нет ни фотокамеры звук не очень качественный разговор вас плохо слышит периодически 4g у него скоростного интернета нет но единственно что хороший экран все это все его преимущества